Мы все еще в Японии. Сегодня мы покажем вам знаменитый бамбуковый лес в Киото, после чего вернемся в Токио, где увидим знаменитую Токийскую башню, а также покажем популярный капсульный отель. Погнали! Едем в трамвае до бамбукового леса. И что самое интересное, здесь, во-первых, оплата при выходе. Вот так вот, такие автоматы. Но это ладно. Самое интересное, что машинист этого поезда сидит во втором вагоне. То есть он упирается лицом в первый вагон. А люди вышли, машинист закрыл дверь. И все, и поехали дальше. На конечной станции оплата происходит при выходе. Опять толпы народу. Все туристы хоть раз приезжают сюда. Ой, ну тут как все по классике. Сакура, сувенирные магазины, спортсмены таскающие коляски. Очень красивые все магазины, вот с вкусняшками. Да, решили взять мороженое мача. Классический японский вкус. Где еще такое попробовать? Как не в Японии, правильно? Инстаграмная штука, конечно. Красота. Стоит 440, то есть примерно около 380 рублей. Ребята арендовали такого вот рикшу. Вау, вау, вау. Какой же тяжелый труд. Вот здесь такой причал для лодок, где можно арендовать лодочку и прокатиться. Такое вот свидание на воде. Очень, конечно, красивое. Пикнички людей. Офигеть, конечно. Листики падают, сакуры. Это, конечно, идеальные дни. Как название фильма про уборщика из Японии. Здесь такая смотровая на лес, на речку снизу. Такая горная река. И смотрите, с этой стороны лес. И вот белые деревья выделяются. Это сакуры. На лодке можно покататься там. Главная аллея бамбукового леса. Ничего здесь нет? Ну, красиво, конечно. Я не ожидал, на самом деле, что он будет таким впечатляющим. Я что думал, что так все местечко. Но оказалось, что прикольно. Бамбук. Потрясающая туристическая локация, которую нужно точно посетить, если вы будете в Киото. Но этого не сделать просто невозможно. Все туристы едут сюда. Одна из основных точек. И вообще не только в Киото, а вообще в Японии. Потрясающий лес бамбука. Кстати, бамбук вырастает примерно около 20 метров в месяц. Представляете, какую скорость он растет? Это примерно около 1 метра в день. Представляете, 1 метр. Добраться до Киото очень просто из Осаки. И добраться до сюда еще проще из Киото. То есть метро, трамвай, общественный транспорт ходит замечательно. Поэтому вообще никаких не составляет проблем, чтобы добраться до этого уникального места. Ведь есть ли еще такие места в мире? Я не знаю, кстати, если знаете, пишите в комментариях, где еще есть бамбуковые прекрасные леса, подобные лесу в Киото. Помимо самого бамбукового леса, здесь еще есть классный парк. Тоже, по сути, лес, но уже не бамбуковый. А просто с деревьями, с сакурой, с речкой, со смотровыми площадками, на такие небольшие горы, холмы. Здесь есть много ресторанов, кафешек, магазинов. В общем, здесь можно провести огромное количество времени, приехать на целый день с семьей. Здесь есть чем заняться. То есть это не просто какая-то фототочка, куда приехал и все, уехал. Это огромная территория на самом деле. Хочется прям туда залезть вот так вот, знаешь, за туристической тропой, поснимать, походить. У меня так получилось сейчас. Я, правда, руку высунул. Там вообще шикарно. Посмотрите, в принципе, обычный дом среднего класса. Очень аккуратно, очень чисто, очень неопрятно. То есть ничего такого вау, но все прям хорошо. Та же аккуратность, которая везде присутствует. Обычные вот дома на окраине Киото, не столичного города. Да, вот женщина собирает мусор, поэтому так чисто. Ну мало ли пыль какая, слушай. Вот тоже хороший пример домиков с ухоженным садом зеленым. В таком жить прям одно удовольствие, наверное. И здесь же сразу, возле жилых домов, районов, вход на станцию. Это линия GR. То есть, по сути, пригородные поезда. Ну, а это то же самое, что и метро, переходящие потом в метро. Так, приехали мы к святилищу Пусима-Инари или Инари. И, в общем, тоже одно такое из туристических мест в Киото. Здесь вот такие вот ворота. Как ворота называются, Виталий? Тории. Тории. Вот, эти ворота Тории. Их здесь сколько штук? 10 тысяч. А вот смотри, Кицуне, видишь? Да. А Кицуне это кто? Это леса мифологическая, связанная с богиней Инари, богиней рисоводства и плодородия. А это посланник. Вот, роль посланника Инари, это вот как раз леса Кицуне. Я, честно говоря, не очень люблю вот такие вот места исторические. Когда не разбираешься в стильном вопросе, ну, это как бы просто посмотреть. Это немножко неправильно, мне кажется. Потому что, если уж разбираться, надо вникать. Ну, вот, наверное, большинство туристов, как и мы, очень поверхностно знакомы со всем этим делом. Удивительно, как здесь закрыли, покрылись каменные, здесь с выступами, как будто такая большая сетка. И ты ходишь не по камням, а по вот выступам вот этой сетки. Вот они. Ну, лучше асфальта. Конечно, и лучше, чем ты просто по гальке бы ходил. А так прикольно визуально смотрится. Это место, в первую очередь, известно вот этой вот дорогой через вот эти вот ворота Тори. Видите, их очень много. Вот, очень такой инстаграм-локация. Сейчас пойдем туда и посмотрим, как это выглядит вживую. Вокруг у нас, как обычно, сувенирные магазины. Очень много котов у них. Посмотрите, вот хороший пример. Посмотрите, как эти котики. Какие разновидности разных размеров. И вот, смотрите, есть леса. Сюда? Да, вот она тоже. Да, вот здесь. Хватит, какой замечательный нашли сувенирный магазин. Вот такой вот туннель из Тори. Тори – это вот эти ворота. Ну, такое место, как бы, знаете, прикольное, да, но из большого количества народа воспринимается, как будто ты идешь в подземном переходе в метро. Не сказать, что что-то интересное есть. Пройдемся еще немножко, ну, и, наверное, попоедем отсюда. А вот еще маленькие такие. Ну, они прям стоят плотно, как, короче, как стена из них. Здесь двустороннее движение, вот эта встречка. А это поток. Ну, слушайте, я туда даже не идти не хочу. Это прям, прям месиво из людей. Пролеты такие красивые, да, здесь можно снимать. Ну, такое вот место. Смотрите, как много подключихся людей. Выходим из этого места, потому что такие туристические места, конечно, только энергию высасывают, честно говоря. Тоже есть такой парк, лесопарк, можно сказать. Очень много природы в Японии. Смотрите, какие огромные листы. Это креветочки. Вот, смотрите, креветка расплющенная. Вот так выглядит. И вот ее девушка ест. Делал вот эти листы, смотрите, вот, хоп. И присплюсь, вот эта креветка готова. Получается, как блинчик, только из креветки. Огромное количество магазинов с сладостями. Здесь такие разновидности сладостей вообще классные. Столько всего, что денег не хватит все купить. Посмотрите, какое интересное здание в Токио. Во-первых, архитектура интересная, да, даже не одно здание, а целый такой комплекс. Во-вторых, зелень на крыше. Даже там, где крыша пологая, все в траве, все зеленое. Офигеть, конечно, как могут строить здание. Сейчас мы приехали посмотреть еще один район в Токио, где находится Токийская башня. Это такой один из символов города. Такая красная, железная, почти эфелевая башня. Но Токийская башня. Старая телевышка, как я понимаю. Сейчас уже есть новая, более высокая, более современная. А это такое здание, которое уже осталось на века. Вкусняшки в 7-11 очень вкусные. Вот такая вот штука. Такая вот штука нереально вкусная с мачо. И еще я ел вот такой вот, такой вот кексик. Тоже просто потрясающий. Есть еще другие варианты тоже с мача. И они еще лучше. Здесь просто нету чего-то. Такс-фри в Японии есть даже в 7-11. Вот в таких вот магазинах. То есть любой товар можно купить с такс-фри. Абсолютно любой. Даже в супермаркетах. Проходим мимо парковки, вот такой вот. И меня мучает вопрос, как в верхней машине уехать, если внизу стоит нижняя. Или я что-то не понимаю, или сначала должна уехать только нижняя машина. Это какая-то глупость какая-то. Вот вплотную подошли к Токийской башне. Прямо Эйфелева башня. Там находятся две смотровые площадки. Получается одна вот на вот этом этаже, среднем. И одна на самом-самом верху. Что меня, смотрите, удивило, это то, что есть специальное место для фото. Показано, куда ножками вставать. И место камера-стенд, куда ставить телефон или камеру. То есть прям специальный угол подобран, как положить камеру, чтобы сфоркаться на фоне этой башни. Просто потрясающая продуманность вообще, до мелочей просто. Вот знак, говорящий о том, что это место для фото. Вот девушки поставили. И сейчас сфоркаются. Тоже попробуем, посмотрим, что из этого получается, как выглядит. Так, мы сделали снимок. И посмотрите. Круто. Используя это место, можно сделать вот такие кадры. Все продумано, до мелочей. Шикарно вообще. Так выглядит конструкция башни. Ну, прям Эйфелево. По такому же типу строения. Говорят, что самый лучший вид открывается из храма, который находится вот прямо здесь же, около него, около башни. Посмотрим, какой там вид. Сейчас дойдем до храма. Ухоженность улиц, конечно, уже менее поражает, чем в первые дни. Но все равно приятно греет душу. Такой вот замечательный садик. Посмотрите, как круто сделано. Вроде ничего особенного, да? Ну, как это все гармонично, аккуратненько. Речушечка маленькая, ручеек, камень, мох, деревья, дороженьки, фонарички, камушки. Круто. И не мусоринки. Везде по городу есть навигация, карты. Потому что здесь, конечно, разобраться. Туристу очень сложно. Наверное, самый сложный город в плане перемещения по городу из всех стран, где мы были. Удивительно, как много народу на этом пятачке. Ну, очень крутая атмосфера здесь. И вид еще на башню. Видите, токийская башня сзади? Это прямо под ней, на территории храма. Есть такой небольшой садик с сакурой. И вот так. Офигеть, конечно, здесь настоящий ресторан. Лапшу варят. Палатку поставили. Так выглядит настоящий ханами в Японии. Просто вот это такое время, когда японцы уделяют своим близким, друзьям, семье, может быть, каким-то важным людям в своей жизни. И все это в период, сейчас происходит цветение сакура, точнее, уже он заканчивает этот период. Как много здесь людей, друзья. Хочется самому устроить себе ханами. Такая вот традиция. Такая вот традиция. И это классно, когда у людей в таком бешеном ритме жизни и в таком бешеном городе, как Токио, в самом большом по населению городе мира, есть у людей время на своих близких. Это очень ценный момент. И поэтому, друзья, всегда уделяйте время своим близким. Берите пример с японцем. Они это делать умеют. Мы приехали в район Синдзюку. Немножко купить разных подарочков родным и близким. Если поедете в Японию, то после поездки у вас будут спрашивать, ну что, как Япония? Очень сложно ответить на этот вопрос, потому что не побывая здесь, ну невозможно объяснить. То есть, например, вы говорите, что здесь очень чисто. Вот мы говорим, да, что здесь очень чисто. Но как бы все скажут, ну и у меня в городе очень чисто. И это будет правдой, да. Но когда есть сравнить уровень чистоты, то становится все понятно, как может быть. Вот. И так во всем. То есть, здесь улучшенная версия всего, что есть, что придумало человечество. Самая лучшая версия. То, к чему надо стремиться всем остальным людям, странам, я не знаю, государством, обществом, в конце концов. Это во всем, и в природе, и в деловых районах, в том, как спроектированы система транспорта, дороги, улицы, заведения общепита. Вот в том, как все продумано до мелочей. Вот это вот очень важно. Это нужно, наверное, не стесняться, ну не воровать, а копировать и брать на заметочку и делать так же в любом деле. На самом деле, каждый человек может начать с себя, как говорится, да, хочешь что-то сделать, начни с себя. Шикарные торговые улицы. Знаете, многие могут посмотреть это видео и сказать, что в Японии не круто, потому что очень много людей. Но тут есть совершенно разные районы, где вот так, где мало народу, какие-то уединенные места, есть парки, очень много парков, очень много природных мест. А за пределами города так вообще. Поэтому то, что мы показываем часто, где толпы народу, это центр города, да, это тоже круто. Но тут много разных мест, и каждый найдет себе место, занятие, локацию, район по вкусу. Опа, открылась. Да, лежит. Твоя сумочка. Все, отлично. Моя сумочка здесь уже такая есть. Сумка с полотенцем. Слушай, недоволь пространство. Ну и багаж, что влезет. Ну и багаж, что влезет. Да, да. Вот такой вот у нас капсульный отель. Офигеть просто. Капсула выглядит вот так вот. Фантастика, конечно. Говорим тихо, потому что люди спят в некоторых капсулах. Друзья, это седьмое и финальное наше видео из путешествия по Японии. И если вы еще не видели остальные, то их легко можно найти у нас на канале. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео наших путешествий. Субтитры сделал DimaTorzok